Но сперва нужно разобраться, где же лежат данные по отношению к нашему ноутбуку, к нашему kernel. В Kaggle все данные находятся в папке, которая на уровень выше, чем наша папка, и называется input. Все данные хранятся там. Если мы посмотрим, то действительно у нас есть папка plates и sample submission. Это вот те файлы, которые вы можете скачать на компьютер с данного соревнования и все делать на компьютере, потом sample submission сформировать самостоятельно и загрузить на сайт. А можете сделать все вычисления прямо здесь на месте. В нашем случае внутри input у нас есть еще две папки train и test. Они находятся вот по такому пути. Мы назовем это data root и будем работать именно с такой корневой директорией. На самом деле нам не очень удобно работать именно с этими папками, потому что нам бы хотелось разбить наш train dataset на две части. На train и на вализационную. То есть на train мы будем обучать нейронную сеть, и на валидацию мы будем смотреть, насколько она хорошо работает, какую accuracy она показывает на тех данных, которые она не видела, чтобы понять, не переобучились ли мы. И для этого я просто создам новые две папки train и валидацию, и каждую шестую фотографию из train я переложу в папку с валидацией. Вот этот код делает ровно эту задачу, то есть здесь берется каждая шестая фотография и кладется в валидацию. И теперь наши фотографии все лежат вот рядом с нашим ноутбуком, где мы работаем, в папках train и валидации. Давайте выполним эту ячейку, она мгновенно выполняется, и мы можем посмотреть, что действительно там, где мы находимся сейчас, есть папка train, и в ней находятся папки clean and dirty. Здорово, теперь нам нужно создать некоторые итераторы по этим директориям, чтобы они получали картинки, формировали из этих картинок тензоры, бачи с изображениями, и их можно было бы уже передавать в нейронную сеть. К счастью, в PyTorch уже есть функциональность, которая делает ровно такую задачу, и эта функциональность называется ImageFolder. То есть мы можем проимпортировать библиотеку TorchVision. В библиотеке TorchVision есть модуль Datasets, и в нем есть класс ImageFolder. Что же делает ImageFolder? Он предоставляет нам возможность итерироваться по изображениям и получать некоторые пары, то есть изображение и его метка. Откуда же он берет метки? Берет он метки из тех папок, в которых лежат изображения. Если мы на вход ему передадим папку train, в этой папке train находятся две дочерние папки, это clean и dirty. И когда у нас ImageFolder будет отдавать изображение, он каждому изображению еще запомнит, а в какой же папке оно лежало, в clean и dirty. И в каждом тюпле, в каждой паре будет не только изображение, а еще и ее класс. И если у вас датасет сформирован именно таким образом, то есть у вас изображение находится в папках с классами, и вы родительскую папку передаете в ImageFolder, то ImageFolder, итерируясь по изображениям, отдает еще название родительской папки. Это такой способ хранения датасетов для классификации. Но если ImageFolder использовать без второго аргумента, то он будет вам отдавать изображения, которые открыты специальной библиотекой, которая называется PIL, Python Image Library. Это будут не пайторчевые тензоры, а нам бы хотелось получать изображения именно в виде тензоров. И для этого нам нужно сделать некоторую трансформацию этих изображений. И возможно этих трансформаций нам нужно несколько. Какие же нам трансформации нужно сделать, например, для картинок из валидации? На самом деле их три. Мы их вместе соединим с помощью объекта Transforms Compose, то есть все трансформации будут подряд проделываться. Для начала мы изображение ужмем до размера 224х224. В принципе, ResNet, который мы используем, он инвариантинг размера, но, конечно же, обучать ResNet нужно на объектах одинакового размера. Здесь я выбрал размер 224х224. 224х224 – это не какое-то случайное число. На самом деле 224х224 – это тот размер изображения из датасета ImageNet, на котором предобучен наш ResNet. После того, как мы ужали изображение до 224х224, нам нужно превратить вот это изображение в тензор. Для этого есть такая трансформация toTensor. И после этого у нас уже не изображение, а самый настоящий пайторчевый тензор. И есть еще третья трансформация, которая уже не такая тривиальная – это трансформация нормировки. Дело в том, что когда ResNet обучался на ImageNet, на датасете с изображениями, эти изображения были немного предобработаны. Это было ли не изображение, в котором каждый его канал от нуля до единицы. И чтобы нам наше изображение привести к такому же самому виду, как вот эти изображения, на котором обучался изначально ResNet, нам нужно сделать следующее. Нам нужно от каждого канала, от красного, зеленого и синего отнять вот такие константы. Они есть на сайте пайторча. Если вы заглянете в мануалку по ResNet на сайте пайторча, то вы найдете вот эти константы, на которые нужно отнормировать изображение, чтобы оно было похоже на то, на чем изначально ResNet был обучен. Вот эти значения мы отнимем от соответствующих каналов, а потом нам нужно еще поделить вот на такие константы. И получается, что на выходе этих трансформаций у нас есть некоторый тензор, который имеет размер 224 на 224. И кроме того, он отнормирован таким образом, чтобы был похож на изначальные изображения, на которых обучался изначальный ResNet. Это были трансформации в валидации. Данные трансформации, они просто нужны, чтобы привести все изображения к одному виду.